Платят большие деньги за рекламу. А как вам удается выступать и при том такие длинные выступления по полчаса? Отвечает Игнатий Тихонович Латкин. Вот частичка этой программы, которая потом была выставлена, вроде бы даже на конкурс где-то. Он комментирует мое интервью. Данное ему так. У малых сел есть история жизни и умирания. У Потеряевки есть еще и история возрождения. И второй своей жизнью она обязана в первую очередь Игнатию Тихоновичу Латкину. Потом песни на слова Николая Рубцова, музыка и пение Валерий Пак. В этой деревне огни не погашены. Ты мне тоску не пророчь. Светлыми звездами нежно украшена. Тихая зимняя ночь. Светятся тихие. Святые чудные. Слышится шум полыньи. Были пути мои трудные, трудные. Где ж вы печали мои? Скромная девушка мне улыбается. Сам я улыбчив и рад. Трудное, трудное. Все забывается. Светлые звезды горят. Кто мне сказал, что во тьме заметеленной глохнет покинутый луг? Кто мне сказал, что надежды потеряны? Кто это выдумал вдруг? Сегодняшний день потеряевки тоски уже не пророчит. А пути к этому своему детищу Игнатий Тихонович действительно были трудные. Обретя себя в служении Господу, он начал было создавать самую большую в мире духовную фонотеку. На магнитофонной пленке начитывал Библию, Жития святых, Творения Иоанна Затауста, тиражировал так же, как и Евангелие, и бесплатно раздавал парнаульцам книгу Солженицына Александра Исаевича Архипелага ГУЛАГ. Было это, как вы сами понимаете, во времена заселия одной идеологии. И тогдашние власти отреагировали на факт несанкционированного вмешательства Лапкина в политику, упрятав его за решетку. Все пленки с записями, которых насчитывалось к тому времени уже около трех тысяч, были конфискованы. И большую часть этого огромного подвижнического труда Игнатию Тихоновичу пришлось восстанавливать уже после. Но сеявшиеся слезами будут пожинать с радостью. Что мне поручено спасти и сохранить, быть взорче пса легавого у будки? Кого мне рвать зубами на гарнир и детям передать свой быт, такой уютный? Конечно, дом, усадьбу, огород, далекую без присмотра дачу, подвалы, что нарыл, как крот, и невозможно поступить иначе. Как в школе дочь свою оборонить от злобных и бессовестных мальчишек, не истрепать об сына все ремни, тебя спасти от строгости излишней? Я сторож над душою и над телом, своим, своих домашних и друзей. Я не сквозняк, не до всего есть дело, и о врага спекусь, чтобы не стали злей. Охранник, столько лет вооружен, святая Библия в руках моих раскрыта. Стихами, главами я полосую жен, особенно же злоязычных, прыгких. Дремлю лишь сидя, шорохи ловлю, во сне, как наяву, у стат лавана. Спасти детей не ангелов, а злюк, на перх Христа соседа сделать званым. И об избрании свиренно хлопать учу, для всех соделываясь тем, но неизменным. Своими силами никак не по плечу, ведь это не на час, но жизнь в три смены. Неповрежденной веру сохранить, боясь Писания священное нарушить. Перемолов молву, расстрелы и тюрьму, ни морем не проглочен и не сушей. Талант умноженный ста крат не закопал, превыше всех соборов и преданий. Ушел от староверов, пренебрег оскал. Приегове выполнил задание 18 февраля 2005 года Игнатий Лапкин.